Хоть один законопроект в последнее время силами двух фракций, Народного фронта и БПП, был принят? А оно технично не может быть. Я спрашиваю, был или нет? Нет. Если хотя бы не голосуем, не фракционные, если не голосует Батькивщина, Радикальная партия, Самопомничь, Воля народа, Ведроджиня и остальные, шансов на принятие бюджета ноль. Это раз. А почему вы не должны голосовать? Я говорю не об этом. А почему вы не должны голосовать? Алексей, мы говорим о том, что если не голосуют, это раз. Это к тому, что 226 голосов нет. Раз. Второе. На сегодняшний день, давайте честно говорить, мы же общаемся не только публично, мы общаемся кулуарно. Внутри самой коалиции взгляд на бюджет абсолютно разноплановый. Удовлетворить все хотелки, исходя из могулок Украины, крайне тяжело. 8 сосков на одну корову, как ни пытайся, не приделаешь. И поэтому на сегодняшний день сейчас идет действительно откровенная торговля. Это грустно, это правда, но так происходит каждый год. И в этот год не будет исключением. Я бы не хотел, Алексей, чтобы ваши слова, что в ночь примут бюджет, свои правдивые. Борислав, сразу уточнение. В какой плоскости идет эта торговля? В политической плоскости? В разной. Скорее всего, что будет пакетное голосование с чем-то, как-то, еще что-то. Но смотрите, когда происходит ситуация, а если будет закон о спецконфискации, а если за него не проголосуют, а где взять еще 10 миллиардов? И тут возникает фраза, а мы их возьмем из деотенизации. Секундочку. А сразу деотенизировать экономику нельзя, чтобы, допустим, эти 10 миллиардов сразу вложить и так далее. Я к чему говорю? Голосов сейчас действительно нет. Вот тут я соглашусь с моим коллегой Гончаренко. Вполне возможно, что к четвергу привезут всех больных, хромых и замороженных. Карточки, карточки, самое главное. Крайный вариант. Алексей правильно подсказывает. Всех не надо карточки. Крайный вариант, действительно, проголосуют и те, кого в зале не будет.